Добрый день, дорогие студийцы! Сегодня у нас не совсем обычный мастер-класс. Мы сегодня начнем подготовку к нашей пленерной деятельности, которая состоится в июне. И сегодня я хотела бы разобрать шесть основных ошибок начинающих художников, которые выходят на пленер, на природу, и чтобы заранее то, как рисовать не стоит, у вас отложилось в голове. Значит, смотрите, самая первая распространенная ошибка начинающих художников на пленере – то, что в натуре, в пейзаже художник начинает рисовать то, что мы называем матрасом. То есть, значит, дальний план, такая немножко скучноватая, прямая. Допустим, потом идет у нас какая-то линия береговая, да, тоже совершенно прямая. Вот. Потом точно так же, значит, по прямой рисуется, допустим, некий берег, да, реки, значит, ближнего плана. Вот. И потом, значит, точно так же, вот по принципу матраса у нас выстраиваются какие-то вот такие вот, значит, непонятные рядочком деревья. И точно так же матрасом художники, значит, начинают там подчеркивать облака. Что касается вот этой вот композиции, ребята, она, ну, мягко говоря, скучновато, да, вот так вот рисовать не стоит, да. То есть, нужно искать линии леса, какие-то планы, какой-то берег, может быть, немножко на разных уровнях, да, чтобы наша композиция была, ну, такой, более, как бы, динамичной, да, потому что та же самая линия леса, да, она может идти, вот, например, да, вот немножечко на подъем. И уже сразу композиционно, композиционно, да, это будет интереснее. Дальше у меня вот здесь вот подсказочка, значит, вторая очень распространенная ошибочка на пленэре, значит, когда начинающий художник начинает, к примеру, писать в воду, в воду. Значит, все мазочки красочкой начинающий художник у нас вот так вот пишет, 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 пишет совершенно горизонтально, горизонтально, да. И, к сожалению, к сожалению, на выходе, на выходе, эта вода начинает смотреться, ну, скажем, нежизненно, неубедительно. Как ни странно, как ни странно, значит, желательно, желательно писать в воду по-другому, по-другому. Значит, мы берем широкий мастихин, да, или мы берем широкую кисть и, соответственно, вот на начальном этапе в этюде на природе воду желательно писать, как это ни странно, вертикальными мазками. Вертикальными, да, вот сейчас у меня здесь немножечко доска подсохнет, вот, значит, когда у нас вода написана такими стройными вертикальными мазочками, ну, я понимаю, что мелочек как бы не всегда, да, вот это вот передает ощущениям воды, вот, и в конце, в конце только маленькой кисточкой, да, мы делаем такие, как будто водные, знаете, вот штрихи, то есть, и вот таким образом, вот таким образом, где-то какое-то мы намечаем отражение, да, вот здесь вот, например, от берега, да, и за счет этого наша водичка начинает смотреться более правдоподобно. То есть, ошибка такая, что все начинающие художники начинают писать воду горизонтально, и она становится похожа, ну, на какой-то, не знаю, асфальт, дорогу, какую-то трассу, да, то есть, нету ощущения воды. Значит, это у нас очень распространенная вторая ошибочка. А третья, третья очень важная, очень такой важный момент, что, значит, в пейзажах, в пейзажах необходимо по тональности, да, вспоминаем, да, да, что у нас такое тональность. Тональность – это у нас отношение тона того, что у нас светлее, да, и что у нас темнее. Значит, соответственно, начинающие художники очень часто тональность неба и тональность земли, они как бы не выдерживают, да. Вот я сейчас мелком как бы, ну, постараюсь передать, как, что у нас происходит. Значит, смотрите, если вот небо, да, небо мы сделаем как бы изначально светленьким и правдоподобным, да, а тон земли мы сделаем как бы насыщенным, насыщенным, вот, то у нас будет смотреться все более-менее гармонично, да, то есть есть контраст. Я вот даже, да, я вот даже сейчас вот на доске передала контраст, вот, но очень часто, очень часто начинающие художники почему-то небо тоже затемняют, вот видите, и у нас разница по контрасту композиционная, она пропадает, вот, поэтому, да, вот, контраст, небо, как правило, всегда светлее, земля, как правило, в нормальный такой солнечный летний день всегда немножко темнее. Разницу, разницу составляет только сильное грозовое небо, да, с такими сильнейшими свинцовыми тучи, тогда да, контраст как бы меняется. Вот, значит, смотрите, третья, самая у нас распространенная ошибочка. Когда начинающий художник видит много деревьев, да, у него начинается такая паника, вот паника, да, а, что делать, много деревьев, веточки, вот, и в таких композициях, например, мы пишем кусочек парка, да, значит, очень частая ошибочка, вот, что начинающий художник пытается вот эту массу деревьев всю систематизировать, да, и они у него вот превращаются в какой-то такой очень вот одинаковый заборчик такой, да, то есть человек начинает теряться, и вот у него все деревья, как бы, они сливаются в одно такое месимо. Это тоже очень частая ошибочка. Значит, соответственно, давайте сейчас на высоршем прямо угольничке я постараюсь объяснить, что с этим делать. Значит, если вам приходится писать, как бы, много деревьев и такие сразу большие кроны, да, и вот они на вас прям вот обрушиваются, да, то здесь очень хороший прием разбивать кроны деревьев, ну, условно говоря, на сегменты. То есть, допустим, вы прослеживаете, да, вот какой периметр по форме одной кроны, да, вот, допустим, он какой-то более кудрявый, да, какой-то вот такой. Допустим, второе деревце у вас какое-то более гладкое и вытянутое, да, и вы видите, что эта крона явно потемнее, вот, она потемнее. И вы ее сначала, вот, эти кроны, вот такими большими общими пятнами, да, вы их как бы разделяете мысленно. Вы мысленно проговариваете. Ага, эта крона у меня более вытянутая. Допустим, ага, а дальше-то у меня что? Дальше у меня, к примеру, пошла вот какая-то темная елочка, да, там. Вы вот ее, значит, вот аккуратненько намечаете. И уже сливание в одно такое большое зеленое месиво его не происходит. Дальше. Ага, значит, допустим, а вот эта крона у меня, она пониже, к примеру, да, а над нею вот я прослеживаю абрис кроны следующей, да. И вот такими вот, как бы, сегментами, пятнышками, да, вы эти кроны разделяете одну от другой. Вот так проговорим. Сейчас вот у нас уже четыре ошибочки, да. Проговорим ошибочку пятую. Она тоже очень часто встречается. Как правило, когда вот начинающий художник видит, да, возвращаемся, допустим, к этюду с рекой, видит некий такой вот берег реки, да. Вот здесь вот, значит, у нас какой-то вот, значит, отрок, какой-то бережочек, да. Вот здесь вот у нас, к примеру, начинается первый план, да, и вот здесь вот на вот этом вот бережке отроги, да, у нас, к примеру, идет какой-то неправильной формы лес, да, то есть какой-то вот пейзажек дальше неких деревьев. Вот, смотрите, в ощущении пейзажа очень важно вот это вот понимание воздушной перспективы. Оно нам говорит о чем? Что, несмотря на то, что нам кажется, что воздух прозрачен, да, да, прозрачен, на самом деле вот в пейзажной живописи все-таки воздух имеет некую такую голубоватую плотность, да, и желательно, вот желательно, даже я бы сказала, что это, ну, такой один из основных законов вообще академической живописи, мы обязательно кромку дальнего леса мы ее что-то, да, размываем, правильно, размываем. То есть получается, что, получается, что вот когда у нас дальний план, да, подчиняется законам воздушной перспективы, да, у нас идет размытие самого дальнего плана, как бы растворяется в воздухе. Вот это вот очень важно, и очень многие об этом забывают. Упорно рисуем, да, дальний план леса, каким резким, как вырезанным из цветной бумаги. Такого желательно не допускать. Значит, это у нас, получается, ошибочка пятая. Вот, и ошибочка последняя, и она тоже достаточно такая, знаете, часто распространенная. Мне мелком, ну, к сожалению, вот это вот передать не удастся, но очень часто, да, происходит что? Но, что начинающий художник видит зеленый цвет, да, и он берет зеленую красочку, и, получается, он пытается написать всю зелень на этюде только зеленым. Вот это вот не совсем верно. Смотрите, чтобы ваша живопись обрела, ну, такую глубину, да, и чтобы она стала такой, знаете, более сложной всегда, особенно, когда у нас, например, летний пейзаж, и у нас, например, солнечный день. Вот почему живопись художников-импрессионистов нам кажется такой яркой, да, такой сочной, такой красивой, потому что именно там, в своей живописи, импрессионисты стали применять спектральный принцип смешения цветов, противоположных. Они в мазки голубого добавляли лимон-желтый, они в мазки какого-то фиолетового, темного неба, темно-синий-фиолетового, немножко добавляли сполохов оранжевого. И по такому же принципу, ну, давайте я на доске сейчас напишу, значит, не всё, всё зелёное, зелёное. И вот, например, очень хороший приём в сочную зелень июля мы добавляем сполохов красноватого коротлака, да, то есть не всё зелёное нужно писать зелёным. Колористика должна быть более сложной, более насыщенной. Значит, не вся зелёная зелень весенних и летних деревьев зелёная, да? Где-то есть там сполохи немножко охры, где-то есть сполохи немножко вот красного коротлака, где-то тени уходят почти на такие глубокие синие тона. И вот за счёт этого ваши этюды станут, ну, такими интересными, насыщенными и глубокими. Ну, это, собственно, всё, что я сегодня хотела рассказать. Всем спасибо! Работаем! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова